Несколько раз меня просили рассказать про то, как принимать сигналы сверхнизких частот. Когда речь идёт о средних и коротких волнах, растянуть четвертьволновый отрезок не составляет больших проблем. Но что делать, если у нас многокилометровые волны? Конечно, в полевых условиях можно растянуть провод и на 200 метров. Но что делать, если у нас частоты ещё ниже, и четвертьволновый отрезок протянуть ровной линией просто нет возможности? Эта проблема решается созданием магнитной антенны. Допустим, у нас есть четвертьволновый отрезок длиной 200 метров. Берём и сворачиваем его в катушку с большим количеством витков. Витки можно располагать как в непосредственной близости, так и на определённом удалении друг от друга. Всё зависит от того, какое волновое сопротивление нам выгоднее. И теперь располагаем эту бухту таким образом, чтобы силовые линии магнитного поля принимаемого сигнала проходили через сечение этого контура. Магнитная составляющая радиоволны, то есть переменное магнитное поле, проходит сквозь сечение контура и возбуждает в четвертьволновом отрезке колебания тока. Таким образом, четвертьволновый отрезок работает, как и в случае, когда он растянут ровно. То есть на заземлённом конце будет максимум тока, а на открытом конце максимум потенциала. Смотрите, не даёт нам покоя эта колонна. Приехали ещё раз. Ух ты! Всё в снегу. Так, и смотрим. И смотрим вот сюда. Сейчас включаем вспышку. И видим следующее. Вот это вот монтажная петля или что это такое? Юра, а где у тебя ножик? Так кусочек отгибается. Вот видите, это свинец. То есть тут залито свинцом почему-то. Так. Здесь тоже какая-то штучка непонятная. Короче, всё. Вот это свинец. Вот это вот. Непонятно, почему заливали свинцом, если можно при наличии таких вот бетонных технологий, растворов и прочих. Зачем заливать свинцом? Ну ладно. Обходим с другой стороны. Так. Здесь вот тоже видим свинец. Вот. Вот свинец. И здесь тоже у нас свинец. И причём этот свинец у нас залит, походу, что вообще там до упора. Сейчас там ещё царапну. А вот там, не знаю, плохо видно, вот этот участок. Такое чувство, что там какая-то была шина залито. Да, прям. Сейчас попробую царапнуть. Свинец как у нас свинец? Свинец звенит, да и как цветной металл. То есть там у него ВДИшку надо посмотреть, как свинец звенит. То есть сейчас попробую что-нибудь отколоть. Так. Теперь следующая сенсация. Смотрите. Видите, слой какой идёт. Один и второй. Гранит здесь сантиметров 5-6. А остальное всё другой материал. Значит ещё самое интересное. Слушайте звук. Постучайте. Чутье, да? Вот. И теперь здесь. Давай стучи внутри. Смотри, смотри. Звон пропадает. Звон пропадает. Какая зонпа появляется. Давай вот здесь. Ну вообще прям пустота. Ну вот еще раз Смотрим Гранита-то основного Вот 7 сантиметров 6-7 сантиметров Остальное другой материал Ну это прям Как пенопласт Пористый Вот Теперь немного интернета Статья о конструктивной особенности памятников Условия его хранения и реставрации Ссылочку оставлю в описании Тут автор повествует о материалах Применяемых в создании памятников В частности проблемах Обнаруженных при реставрации Затрагивается тема взаимодействия разных металлов Внутри конструкции, коррозия, гальваническая реакция Окисление Вот цитата Вся скульптура Исаакиевского собора Крепится на здании с помощью железных болтов Скоб, костылей, тяжей Далее читаем В качестве второго металла использовали свинец Некоторые детали фигур муз на колеснице Аполлона Выполнены именно из свинца В реставрационных работах Применялась пайка оловом или третником Это сплав, который содержит одну часть олова И две части свинца Теперь что такое свинец и где он применяется Свинец это химический элемент металл с атомным номером 82 В чистом виде вещество имеет серебристый слегка синеватый оттенок Широко распространен в природе Легко доступен для добычи и обработки Давно известен человечеству По официальной истории уже в седьмом тысячелетии до нашей эры его использовали Этот материал шел для изготовления водопроводных труб у римлян Позднее используется как кровельный материал Вроде как его даже использовали в качестве добавки в вино Только непонятно закусывали что ли им Ну вот коротко о применении его сейчас В электротехнической промышленности Он используется в изготовлении аккумуляторов В качестве защиты кабелей В изготовлении предохранителей сверхпроводников В военной промышленности изготовлены и в изготовлении пуль, дробей, снарядов Но вряд ли из колонны стреляли А вот пост искателя истина Андрея Кулагина На страничке Игоря Гусева Подтверждающей слоистое строение колонны Ссылки на странички Андрея Кулагина и Игоря Гусева ВКонтакте Также оставлю в описании Итак, мы выяснили Что колонна имеет у нас вот такую структуру Внешне у нас она более плотно отшлифована Внутренний у нас материал непонятный какой Тоже плотность отличается даже по звуку Сверху у нас было что-то Четвертьволновый отрезок работает, как и в случае, когда он растянут ровно То есть на заземленном конце будет максимум тока А на открытом конце максимум потенциала Медная либо бронзовая То есть у нас там был царь-батюшка Так, внутри свинец, непонятно докуда он идет Короче говоря, что это такое? ... радиоволны, а магнитной составляющей Более того, несколько таких бухт можно соединить между собой, расположив их на одной оси И таким образом мы получим синфазное сложение токов Подробнее про многовибраторные магнитные антенны Я рассказывал в своем видеокурсе антенны А сейчас продолжим дальше Как вы думаете, можно ли при помощи вибраторных магнитных антенн прослушивать сверхнизкие частоты, например частоты Шумана? Теоретически да, но на практике так никогда не делают из-за ряда причин Во-первых, это потребовало бы огромной длины провода Во-вторых, частоты Шумана не фиксированы, они все время меняются А в-третьих, вибраторная магнитная антенна является неперестраиваемой То есть частота, на которой она работает, строго связана с длиной провода четвертьволнового отрезка И вот третий пункт является самым критическим, из-за которого магнитные антенны вибраторного типа не нашли широкого применения А можно ли как-то сделать магнитную антенну, которую можно было бы перестраивать на любую частоту? Легко! Для этого существуют контурные магнитные антенны Это гораздо более рациональное решение Контурная магнитная антенна представляет собой колебательный контур, состоящий из открытой индуктивности и подстроечного конденсатора Принимает и излучает такая антенна точно так же, как вибраторная магнитная антенна То есть магнитная составляющая радиоволны наводит колебания в проводнике катушки Но при этом, благодаря подстроечному конденсатору, в контуре накапливаются только колебания требуемой частоты Коэффициент усиления такой антенны зависит от добротности колебательного контура в первую очередь и от площади охватываемой витками катушки Единственный, незначительный недостаток такой магнитной антенны заключается в её относительно крупных габаритах Но и этот недостаток можно легко устранить, если использовать ферритовый сердечник Ферритовая антенна Это точно такая же контурная антенна Только катушка колебательного контура находится не в воздухе, а намотана на длинном ферритовом стержне Чем длиннее ферритовый сердечник, тем на большее расстояние разводятся по воздуху силовые линии магнитного поля Характерно то, что принцип излучения магнитного поля магнитной антенной полностью аналогичен принципу излучения электрического поля диполем Герца Точно так же, как от диполя Герца отделяются силовые линии электрического поля и формируют тороидальную диаграмму направленности с осью на диполе Точно так же силовые линии магнитного поля излучаются магнитной антенной и формируют тороидальную диаграмму направленности вокруг магнитной оси ферритовой антенны То есть аналогия полнейшая На практике диаграмму направленности магнитной антенны обычно называют восьмеркой, потому что тороид диаграммы направленности обычно расположен вертикально. Одним из самых рациональных применений магнитных антенн является создание на их основе подземных антенн. В видеокурсе я рассказывал о том, как работают подземные антенны в основном электрического типа. Справедливости разе нужно заметить, что создание подземной антенны электрического типа требует грандиозных инженерных усилий. Приходится либо копать траншеи, чтобы укладывать в них коробы с вибраторами горизонтальной поляризации, либо делать целые насыпи, чтобы скрывать под ними подземные антенны с вертикальной поляризацией. Согласен.